5 мая 2024 год глядите, вон там моя пасека находится Христос воскрес последняя пасочка, мы сейчас шестычки тарим точнее уже пожарил 4 партии шестычка котом на стол сейчас накрывают мы с дебками вон пошли прогуляться в общем, акация во всю цветет в это же время, вот смотрите, что творят пчелы наглядичьи просто смотрите сколько их просто разрывают мне кажется, даже на акации не было столько пчел, как наглядичьи в общем, глядичья ходором ходит такая вот петрушка волох только-только начинает серебристый зацветать просто ревет дерево вот именно такая глядичья должна быть вот такими вот висюрками вот с колючками такими потому что есть покажу такие видеть это же с колючками но у нее короче она ведь мне вот таки вот так вот выглядит этот цвет она потом выкинет такие кисти короче на них пчел почти нет едешь на глядишь надо еще смотреть какая глядящая лесополосы они все между собой похожи вот это вообще виде не светит если вот вот такая вот смотрите тоже она только засветает они тоже будут пчелы работать но меньше чем она отличается от той что я показывал смотрите маленькие к колючки ведь и ствол практически короче лысый без колючек но у нее цвет похож это все разные видишь это разной разновидностей и много разновидностей здесь короче перемешку у меня все на создаемся в общем меня 10 лесополос в зоне лета пчел сюда вот два километра круче от моей от моей пасеки ровно два километра до речки то есть это все моими доносная база звони лет и это и вот они у меня все с apresent omus они все перемешок то есть не вне все сплошняком является медоносами не все глядичья являются медоносами. Видите, вот здесь вообще ничего нет. Просто ничего нет. Это просто вот она растет как декоративная, и все, толку с нее нет. Вот именно пчелы работают выборочно. На вот таких вот глядичьях, но лучше всего на вот тех, как я вот показал. По разновидностям их там надо быть ботаником, короче, чтобы разобрать. Какая-то эта. Забыл, как называется. Я ее вот так классифицировал, вроде как она. Ну, самая, короче, самая большая ее пчелы любят. Именно вот эту глядичью. Смотрите, на ней много цвета. На ней ревут пчелы. Просто он как ройка-ботарек стоит. Ревут. И у нее вот много колючек. Вот такие шипы. Прямо вот такие шипы торчат. И вот ствол, видите, весь тоже шипованный. Вот это вот глядичья. Самый лучший медонос. Не знаю, поможет вам как-то это, не поможет. Ну, короче, надо в них еще научиться разбираться, чтобы понимать. Ну, или когда вы разведываете места, то есть, вам нужно понять именно, какая там глядичья растет, и стоит ли на нее ставить вообще пчел. Вот на акацию вы, например, едете, вы знаете, что все акации, там, белая акация, там, или рабиния, она вся цветет. То есть, вы знаете, что все, если акация, значит, она цветет вся. А если на глядичью мы собрались ехать, то с ней не все так просто. Надо понимать, то есть, какая глядичья, есть ли на нее смысл. Вот это вот очень медоносно. От нее аромат стоит. Я вот сейчас стою просто, ну, блин, словами не передать. Ну, просто пахнет капец. Вот аромат еще стоит за километр, как говорится. Если бы ее именно заросли, именно вот такой вот глядичь, то там запах будет стоять, ну, просто как от акации, короче, по всей округе будет запах стоять. Запах от акации отличается. И с чем его сравнить, даже не знаю. Даже не знаю, ну, ни с чем. То есть, это запах именно цветущей глядичьей. Его ни с чем не сравнишь и ни с чем не спутаешь. Видите, что пчелы делают тут. Просто с ума сходят. И пыльцу берут, и нектары, и дикие, и обычные. Вот. Ну, то есть, чтобы понимать, здесь из десяти лесополос, которые у меня есть в зоне лета, такие вот коротенькие, там, 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 с той стороны, в общем, вокруг у меня десять лесополос. Из них не сплошняком все деревья, это медоносы, это выборочно чисто. Где-то есть местами, он там, то снимал, он там, он не снимал, там про Талина есть такая, я проходил, он снимал там ролик, в той лесополосе. Там есть, прямо вот идешь, и там вот такие сплошняком. То есть, есть местами. Есть потом на город, как ехать, тоже останавливаться, там есть, прямо идут они, сплошняком, именно вот такие глядичьи, именно такого вот, такой вот разновидности. Но там тоже все равно, то есть, они все, все лесополосы мешаны, вот такое ощущение, что приходили саженцы, разных, то есть, глядичьи, всех разновидностей, и их в перемешку просто вот садили. Понятно, это все искусственно насажено при Советском Союзе. Здесь, изначально, то есть, вообще просто должна быть, ну, степь, просто голая степь, полупустыня. А это все, это уже люди насадили. Уже людьми это все сделано, насажено. Лесополосы, ветрозащитные вот такие, ну, и как бы озеленение тоже. А, вон, не знаю, видно будет отсюда, нет, я отсюда вижу прям цветущие акации белые. В нашем селе, Воронцовке, вон, белые акации цветущие, видно, аж сюда за 2 километра. Так, ну, и, 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 ждут, ну, ждочка и подружка ее, друзей, в общем, на шашлыках, на Пасху. Отдыхаем по традиции, сегодня делать ничего нельзя, пчелки работают, а мы православные христиане, крещенные, поэтому у нас сегодня самый главный праздник христиан, православная Пасха. В этом году впервые, насколько я помню, впервые на Пасху, вот, мне 42 года уже, не знаю, может, это когда-то и было, когда еще не помню, но вот сколько я себя помню, никогда на Пасху у нас акация и глядичья не цвела, вот, а сейчас цветет и акация, причем акация в этом году затяжная, то есть обычно она уже там 5 дней и все, а сейчас уже сколько времени акация зацветает и зацветает еще, которая была еще закрытая, зацветает, то есть еще цветет, еще несколько дней даже подцветет и плавно переходит она, получается, в глядичью. Зацветает глядичья и лох серебристый, блин, не показал лох, ладно, но на подходе лох, лох на подходе, уже начинает уже так раскрываться цветочки, сейчас и лох зацветет, вот так вот бывает, такая вот, такой аномальный год, а речка Воронцовка заболоченная, пересыпанная, перегороженная, тут пытались дамбы какие-то делать, засыпать ее везде, то есть уже дело рук человеческих, при Советском Союзе тут все поделили, речки на куски, какие-то круты, рыбхозы делали, там все это, просто внизу дают рыбхоз, от самого залива Каркиницкого, вот там оно такое, все годами, все временем заболотилось, за это, ну ничего, дает какую-то влагу, здесь было море птиц, когда мы пришли, девки бегали, разогнали их, распугали, птицы поудирали, тут всяких куличков, уток, море всего, коробки пасутся, в общем, все, пошли мы, сейчас будут уже звонить, звать, ну, а в поле здесь подсолнух был, оно просто задискованное, под паром, так сказать, стоит, после гибрида подсолнуха, поэтому, девчонок забирают, уже маются, надо идти за стол, садиться, а то я вон с куском мяса, взял кусок шестыка, и пошли, прогуляться, пока на стол накрывают, мень, 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 девочки маленькие, мень, 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 не бойся, боится, драпает, такой мост, видишь, а, завод, отрубай, просто здесь, чтобы, под речкой, воде не ложить, ее сделали над речкой, а потом она под землю уходит, что вы там, заскучали? Они со мной, хоть не ходили, потом назад вернулись, от сердца и почек, дарю вам цветочек, да? Все, всем пока, маши! Пока!